Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ОТВ Серпуха в студии Олеся Акинфеевой. Сегодня мы расскажем о том, как прошли на новогодних каникулах благотворительные елки главы городского округа. Как православные в Серпухове отметили Рождество. Из какой концертной программы выступил уникальный коллектив – хор Валаамского монастыря. Новогодние елки отшумели. Благотворительные детские праздники, организованные по инициативе главы городского округа, проходили в течение всех каникул на трех площадках – ДК России, ДК Исток и Гортеатре. Здороваться! Замушка! Вот так задорно в городском театре перед представлением гостей праздника развлекали два веселых персонажа – ворона и снеговик. Они же участвовали и в постановке. Сказочный спектакль с Дедом Морозом и Снегурочкой понравился как маленьким зрителям, так и взрослым. Приглашены были на новогоднюю благотворительную елку дети из малобеспеченных, многодетных, неполных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети с ограничениями физических возможностей и воспитанники государственных учреждений. Всего представления за каникулы посетили около трех тысяч детей. Все они получили сладкие подарки. Вообще в новогодние каникулы детские праздники проводились каждый день. При содействии администрации муниципалитета гуляния получилось сделать действительно масштабными. Во всех уголках города, во дворцах культуры, дворах, парках дети веселились возле нарядных елок. 6 и 8 января представления прошли в Комсомольском парке и парке «Питомники». Ленивых и пугливых в праздничные дни, наверное, не было. На новогодние представления на открытых площадках народ спешил со всей округи. В парке «Питомник» дети вместе со «Снегурочкой» и сказочными персонажами принимали участие в интерактивных играх, пели песни и водили хоровод. Заряд позитива и радости получили все – от мала до велика. Новый год прошел, праздник, нравится, дети танцуют, веселятся, все хорошо. Хорошо, организованно, елок много, праздников таких много. Замечательно, нам все нравится, очень весело, проходит мероприятие. Мы здесь гости из Москвы, приехали сюда специально на праздник. Хорошо, потому что вот так вот дети хотя бы могут выйти, все вместе пообщаться, как говорится, позаниматься. Не то, что вот хотя бы с такой погодой, а вот это хорошо, как говорится, замечательно даже. В каждом парке свои развлечения. И если в «Питомнике» детей катали на веселых каруселях, то в Комсомольском парке для малышей устраивали прогулки на пони. На протяжении всего дня любой желающий мог принять участие в развлекательной анимационной программе. Скорее, молодцы, молодцы, а еще выше, можно прыгать? Потепление не помешало новогоднему настроению, а даже наоборот. Комфортная погода дала возможность детям и взрослым не спешить домой, а весело провести время на свежем воздухе в компании сказочных героев и снегурочки. 7 января православные христиане отметили Рождество. В Кафедральном соборе Николы Белого на торжественном ночном богослужении по случаю празднования собрались сотни человек. Глава Серпухова Дмитрий Жариков вместе с многочисленными православными серпуховичами принял участие в рождественской службе. Праздничное богослужение провел благочинный серпуховского округа отец Игорь Чабан. Священник прочитал Евангелие, которое повествует о рождении Иисуса Христа. В эту ночь православные христиане могли исповедаться и совершить таинство причастия. По завершению службы священник Андрей Свистунов обратился к собравшимся с поздравительным посланием патриарха Московской всей Руси Кирилла. После строгого 40-дневного поста у верующих впереди 12 дней празднеств и гуляний, вплоть до самого крещения. Рождественские встречи металлиста. По традиции в дни январских каникул в ДК России собираются все поколения работников завода. Начиная от ветеранов, чей трудовой стаж начался в послевоенные годы, заканчивая молодыми специалистами, которые только что пришли на предприятие. На мероприятии чествовали старейших работников, подводили итоги года, намечали планы на следующий, поздравляли друг друга и дарили подарки. Работники-металлисты эту встречу называют добрым семейным праздником. Нам за 6 лет удалось решить очень важную задачу. То есть мы фактически будем говорить так, выстроили новое производство, запустили его, аттестовали. Изготовили изделия, которые прошли квалификационные испытания и поставили уже первые партии. И начиная с 2018 года, с опережением на 2 года, мы уже будем выпускать эти изделия в рамках гособоронзаказа. То есть мы выполнили очень колоссальную задачу по обновлению завода. За это же время были проведены ряд очень интересных разработок, которые позволяют нам уверенно смотреть в будущее. Мы понимаем, что у нас есть такой задел, опираясь на который, мы можем делать изделия, ну, будем говорить так, лучшее в России. Новогодние праздники для жителей Арнеева запомнятся надолго. В двух многоквартирных домах из-за технических неполадок на Котельной в последний день уходящего года отключили отопление. Это стало последней каплей, переполнившей терпение людей. Обитатели холодных квартир обратились с жалобами на районных коммунальщиков на областной сайт Добродел. Перед Новым годом у нас не было тепла. Мы, наверное, ремонт делали в Котельную. Здесь было холодно и сыро. Вот соседи снизу, у них тоже дети, и они тоже, мы тоже сами уехали, потому что девчонка просто задыхаться начала. Перебои с теплоснабжением для жителей деревни Арнеева уже давно стали привычным делом. Котельная здесь на жидком топливе, да и специалисты свою работу, по мнению людей, выполняют с большими недочетами. Поэтому семьи, где растут маленькие дети, чтобы не проводить праздники в холодных квартирах, уехали встречать Новый год к родственникам, а те, кто остались дома, вынуждены были согреваться подручными средствами. Пенсионерка Марина Вячеславовна с иронией в голосе рассказывает, спасали от морозов электронагреватели да домашний кот. Пробуйте. Ну, холодные батареи, холодные, да. Ну и? Я обманывать не буду. Но настроение новогоднее это вам испортило? А как вы думаете, приятно было сидеть? Я три раза туда ездила, я заявление писала. Даже после многочисленных жалоб управляющую компанию, температура в квартирах трехэтажек повысилась не везде. Марине Вячеславовне районные коммунальщики заявили, что ей нужно менять батареи, и это в начале зимы. Женщина таким ответом возмущена до крайности. Дом к отопительному сезону, как положено, не подготовили. Воздушные пробки в батареях не убрали. Причем здесь менять. Все года не надо было менять, а за один сезон это надо менять. Потом иногда нет холодной воды, горячей воды. То и дело. То есть вы недовольны работой управляющей компанией? Недовольна. На непрофессионализм районных коммунальщиков жалуются и другие жильцы многоквартирного дома. Самая критическая ситуация, пожалуй, у Елены Левченко. Буквально накануне праздников ее квартире Гори и слесари производили ремонт труб в туалете. Работы до конца не довели и не собираются это делать. Вот я 20-го к ним обратилась, причем я отпуск специально взяла. Я потратила на них отпуск. Я им даже, они у нас какой-то трубы нет. Я говорю, напишите мне, я вам куплю трубу. Я говорю, возможно, придется унитаз. Хорошо, поменяем, лишь бы только сделайте, замените вот это. Но это же безобразие, они все гнилые. И они сказали, что они не будут менять. Да, они просто пришли, срезали, вот, расшатали мне, испортили весь унитаз. Вы посмотрите, он как шатается и крышка. Вот они вставали на эту крышку, когда варили. Сегодня люди опасаются, что помимо существующих проблем с отоплением, перебоями в горячей и холодной воде, по весне опять возобновятся протечки в крыше дома. Ремонт, как считают люди, здесь сделали на скорую руку. И кое-как, несколько дней назад, части нового покрытия дома уже снесло ветром. Большой рождественский концерт. На новогодних праздниках в Серпухове выступил уникальный коллектив – хор Валамского монастыря. В репертуаре всемирно известных исполнителей более 600 произведений. Хор исполняет старинные церковные распевы, русскую классическую и современную духовную музыку, лирические и патриотические песни. В зале ДК России не было свободных мест. Билеты раскупили еще задолго, до дня концерта. Мероприятие стало благотворительным. Собраны средства были направлены на реставрационные работы по восстановлению объектов культурного наследия федерального значения. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из Серпухова района Пущино-Протвиной Москвы. На днях в Серпухове открыли традиционный рождественский шахматный фестиваль. На торжественном открытии присутствовали начальник управления физической культуры и спорта администрации муниципалитета, вице-президент Федерации шахмат Московской области. За три дня шахматисты прошли 9 туров. Турнир проводился в пяти возрастных группах. Победители фестиваля были награждены грамотами, медалями и денежными сертификатами. Это все на сегодня. Далее прогноз погоды. Отслеживайте свежую информацию на сайте otv.defismedia.ru и на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Всего доброго. Увидимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Далее прогноз погоды. Строительная компания «Партнерство». Готовые квартиры в новом микрорайоне по привлекательным ценам. Многолетний опыт работы, высокий уровень комфорта, тысячи счастливых обладателей квартир. Компания «Партнерство». Хорошая погода в вашем доме в любое время года.